МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу персональный акцент. Накануне в Молдавской столице Национальный координационный комитет Победы представил план мероприятий, приуроченный к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Отмечу, что этому предшествовала большая совместная работа Комитета Победы и президента страны Игоря Дадона. Чем этот год запомнится патриотам Молдовы? Какую лепту внесет в дело сохранения памяти народного подвига по освобождению Молдовы от фашизма? Об этом поговорим с историком и политологом Борисом Шаповаловым, членом Национального комитета Победы и членом Исполкома Союза Офицеров Республики Молдова. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, накануне, как я уже сказал, состоялась и презентация этого плана и прошло расширенное заседание Комитета Победы с участием президента страны. Создана программа торжественных мероприятий, посвященная 73-й годовщине Победы. В нашей студии, буквально накануне нашей с вами встречи, президент страны в ходе прямой линии говорил о том, что ждет кишиневцев и гостей столицы в эти дни, и конкретно 8-9 мая. И все же, чем этот год запомнится, что будет интересно, в чем мы примем участие в рамках вот этих торжественных мероприятий, которые пройдут в майские дни? Ну, здесь очень много различных мероприятий, они, в принципе, традиционные. Давайте я для начала несколько слов о Национальном корреляционном комитете Победа скажу, для того, чтобы наши телезрители хорошо ориентировались, понимали, что это за организация и чем она занимается. А потом мы чисто схематически по мероприятиям пройдемся, потому что мероприятий действительно много, они разноплановые, и их проводят различные организации, хотя, конечно, будут и общие, такие массовые, я бы даже сказал, что и общегосударственные мероприятия, те, которые будут проходить под агидой президента республики Игоря Дадона, вот то, о чем он тоже конспективно рассказал во время своей прямой линии. Национальный корреляционный комитет Победа – это объединение организаций, общественных организаций, которые занимаются конкретно военно-патриотическим воспитанием, поисковой работой, то есть именно теми вопросами, которые связаны с сохранением нашей исторической памяти о Великой Отечественной войне, о тех событиях, то есть о подвигах наших отцов и дедов. Это, ну, знаете, вот иногда есть, создаются различные какие-то общественные советы, где-то там в апреле собираются, один-два раза там собрали какую-то толпу людей, да, сказали, вот давайте, какие мы хорошие, давайте пойдем все вместе на мемориалы, и на этом вся работа заканчивается. А у нас как раз 20 организаций и учредителей, которые создавали этот корреляционный комитет Победа год тому назад, это как раз те организации, которые работают каждый день на постоянной основе. Ну вот смотрите, знаменитый русский историко-патриотический клуб, который возглавляет Алексей Петрович, он, кстати, является руководителем Национального координационного комитета Победа, но мы так решили, кто больше всех работает, тот и руководит, тот и работает. Ведь его же объединение проводит громадное количество мероприятий, и туристические слеты, и походы по местам боевой славы, и участвуют активно в вопросах перезахоронения наших воинов. Они ведут большую научную исследовательскую работу, потому что восстанавливают имена погибших, ведут большую переписку с их родственниками. Возьмите другой поисковый отряд, знаменитый «Август», ну понятно его название, да, «Август 44-го года», когда завершилось освобождение, вот такое чисто символическое название, Василий Сеньковский его возглавляют эти ребята. На общественных началах им никто ведь не плакит, они чисто на добровольной основе вот выезжают в поле, оно так и есть в поле, да, и изучают сначала исторические источники, карты боев, и потом находят вот такие вот места, где наши воины до сих пор еще по-человечески не захоронены. Ну, к сожалению, есть вот и такое. Попутно есть ситуации и случаи, когда поднимали ребята наши поисковики и немцев, да, передавали немецкому посольству, то есть здесь мы поступаем, как говорится, цивилизованно, потому что есть определенные правила в этом деле и договоренности. Возьмите другие организации, Союз офицеров Республики Молдова, ну это мощнейшее объединение, которому я вот лично принадлежу, я очень горжусь тем, что с сентября месяца я стал членом исполкома Союза офицеров Республики Молдова, как раз вот отвечаю за, скажем так, вот такую агитационно-пропагандистскую работу. Тоже с каким-то научным подтекстом, потому что мы проводим очень большое количество различных мероприятий. Возглавляет его известный человек, уважаемый генерал Виктор Гайчук и сопредседателем является тоже генерал Геннадий Кондратенко. В наше объединение входят пограничники, входят карабинеры, входят моряки, входят представители каких-то вот таких ассоциаций групповых и у нас есть подразделения во всех районах и городах Республики, которые каждый день опять-таки проводят какую-то работу. Возьмите национальное общественное движение воевод Николай Паскару, который тоже является членом. Возьмите Михаила Макана, знаменитого, да, союз воинов-афганцев и вот таких организаций, которые действительно каждый день что-то делают и работают, у нас действительно вот тот костяк. Последнее наше заседание, на котором присутствовал президент страны Игорь Николаевич Дадон, он и в прошлом году в апреле месяце встречался с нашим национальным комитетом и в этом году мы попросили его о встрече, но и у него было тоже встречное движение. То есть это вот очень хорошо, когда вот когда общественная инициатива получает поддержку, да, получает поддержку на государственном уровне, получает поддержку первого лица государства. Несмотря на те сложности, которые у нас есть, ну, вы знаете политическая ситуация, да, трение парламент, правительство, президент, но на сегодняшний день президент является локомотивом в этих вопросах, он является двигателем. И вот благодаря Игорю Николаевичу у нас будет очень большое широкое празднование, вот к вашему вопросу, да, 8-9 мая. Начнем-то мы вообще-то, массовое большое мероприятие будет 6 мая в Шерпенах, на Шерпенском плацдарме опять будет перезахоронение наших воинов, вот эти наши отряды поисковые, они постоянно работают, поэтому это уже традиционно стало в мае и в августе месяцы, они проводят вот такие мероприятия. Естественно, в этом будут принимать участие вся республика. Это, по сути, не символический жест, это возвращение имен нашим героям. Это же найдены останки конкретных людей, вернули имена, а не просто какие-то номера или там упоминания о том, что в братской могиле захоронено какое-то количество погибших. Конечно, конечно. Вот, Станислав, могу привести цифру, там вот Алексей Петрович на заседании комитета рассказывал всем нам, ну и президенту заодно о битолах нашей работы за последний год. И вот, допустим, помните, в том году в июне месяце было большое захоронение у нас на мемориале «Вечность». Здесь, в Кишиневе, подняли 60 человек наших воинов, которые погибли в июне 1941 года, да. Вот. И сегодня, вот тогда, когда шло перезахоронение, было 6 или 8 имен установлено, да. Сегодня это уже более половины, более 30. Вот скажите, вот 30 семей узнали, где захоронены их близкие, их родственники. Ну вот, во время этого мероприятия, я помню, вот из Израиля приехала дочь одного погибшего, с Украины несколько человек было. Ну это, конечно, очень сложно описать в эмоциях, вот в чувствах, что люди переживают. Потом, как и в прошлом году, 8-9 мая на площади пройдет выставка военной техники периода Великой Отечественной войны. Ну, это мероприятие, особенно для детей, для молодежи, оно интересное. Увидеть настоящую технику. Они видели, потрогать, пощупать, полазить, сфотографироваться. Вот эта вот атмосфера, конечно же, она будет интересна. И 8-го, параллельно с началом работы выставки, будет большой концерт. Газманов к нам переезжает, вот предварительно 9-го он выступает в Москве, да, вот, а 8-го он будет выступать у нас с большой концертной программой, будут другие мастера искусств из России. И 9-го, 9-го мая тоже будет концерт, но будет концерт артистов молдавской эстрады, молдавских мастеров. И 9-го мая там же на площади вечером будет большой грандиозный салют, но по примеру, опять-таки, прошлого года. Ну, самое центральное мероприятие, это, конечно, шествие бессмертного полка. И в этом году оно будет необычное. Почему? Потому что президент принял вот такое решение, и мы его в этом поддержали. И считаем, что он поступает очень верно, правильно, он пойдет вместе с народной колонной в рядах бессмертного полка, вместе со своими детьми, которые тоже будут нести портреты своих родственников и так далее. То есть, это вот такая символическая акция. И когда первое лицо государства это делает, делает это на официальном уровне, я считаю, что это придает вообще этому мероприятию. Ну, скажем так, это, конечно, народная инициатива. Это, конечно, порыв души людей, просто человеческий. Но, с другой стороны, участие первого лица государства придает этому мероприятию какой-то государственный такой вот характер вот этого шествия. Ну и день 9 мая – это государственный праздник. Да, у нас в стране, слава Богу, слава Богу, что это так, у нас государственный праздник. Ну, вы знаете, в прошлом году в Израиле 9 мая стало государственным праздником, да? Наконец-то. Наконец-то. Ну, там одна треть страны – это выходцы из Советского Союза. И, естественно, все они, все их старшее поколение участвовало в годы Великой Отечественной войны, воевало и так далее. И вообще этот народ пострадал в годы Второй мировой войны. Мы это очень хорошо знаем. 6 миллионов евреев было целенаправленно уничтожено. И вот они приняли вот такое мудрое решение. Когда смотришь на то, что сегодня происходит, допустим, в Польше, ну вот 600 тысяч человеческих жизней Советский Союз положил за освобождение Польши от фашизма. Да, и сегодня, когда вот уничтожают вот эти памятники, памяти павших, тех событий. Ну, вот лично мне это непонятно. С памятниками не надо воевать. Когда на Украине переименовывают города, улицы, когда там тоже ведется вот война с памятниками, с исторической. Кстати, и на Украине, и в Польше вот эти вот институты, так сказать, национальной памяти, вот они активно работают и переписывают историю, вот те события. На ваш взгляд, чем это объяснимо? Хотя, мне кажется, где-то отчасти вы уже ответили на этот вопрос и в своих письменных трудах. Почему именно вот сегодня так борются, так активно пытаются стереть память о победителях во Второй мировой, победителях в Великой Отечественной войне? Почему так активно, смотрите, Украина, на территории которой проходили бои, на территории которой, ну, фактически фашисты не оставили практически ничего целым. Ну, она была оккупирована, да, конечно. И когда тогда фашистская Германия вывозила с Украины практически все, что можно было вывезти, вплоть до чернозема вагонами выходила, сколько я знаю. И вот, тем не менее, смотрите, происходят процессы, когда пытаются, мы говорим, переписать историю, но мы видим и не просто переписывание, мы видим, как это вытирается из человеческой памяти, убираются памятники, которые бы напоминали бы людям о необходимости помнить, отдать дань тем, кто не жалел себя в те годы. Ну, вот понимаете, мы с вами, по-моему, на прошлых передачах тоже касались этого вопроса, но здесь, естественно, идет попытка ревизионизма истории, попытка переписать историю. Почему? Потому что вот прошло более 70 лет со дня великой победы над фашизмом, да, и некоторым европейским странам хотелось бы пересмотреть итоги Второй мировой войны. Чтобы оправдать свое участие и не участие. Во-вторых, да, это первое, то есть есть вопросы, которые связаны с территориями, еще с какими-то вопросами, да, сегодня им кажется, что тогда было несправедливо, да, а потом, вот вы очень верно подметили свое участие, а здесь надо говорить прямо, ведь Советский Союз воевал не с фашистской Германией. Советский Союз, и я не стесняюсь, и не боюсь этого говорить, мне иногда говорят, зачем ты так резко, а как, когда надо говорить правду, когда они ее фальсифицируют, а мы что, должны молчать? Советский Союз воевал с европейским фашизмом. Советскому Союзу объявили официально войну 9 европейских государств. И, кстати, 22 июня 1941 года, это, кстати, для наших некоторых фальсификаторов молдавской истории, да, пруд перешли две румынские армии, одна немецкая армия, и через неделю к ним добавился венгерский корпус. Вот та правда, которая есть. И об этом, да, я понимаю, что прошло столько времени, но мы должны объективно об этом говорить, мы должны говорить о том, что да, вот действительно первый этап войны, извините, румынские армии дошли до Сталинграда, что они там искали, да, заблудились на больших просторах Советского Союза. Второй этап войны после 23-24 августа 1944 года, да, Румыния присоединилась к антигитлеровской коалиции. Но вот есть одно и есть второе, оно в истории так и должно остаться. И вот поэтому задача как раз вот наша, всех членов Национального Коррадиционного Комитета Победа, это прежде всего большая работа в трудовых коллективах, особенно в учебных заведениях. Ведь у нас большая проблема Станислава заключается в том, что наши дети изучают вот этот курс фальсифицированной истории, истории румын, которые даже в Румынии не изучаются. У них нет такого предмета история румын, это только наше здесь изобретение. Вот это полностью переписывание истории, это промывка мозгов. Спросите сегодня выпускника лицея, да? А сколько людей погибло в годы мировой войны вообще? А сколько погибло наших сограждан? Вам они на эти цифры не назовут, потому что они этого не изучают, они не знают. Они не знают о том, что в годы Великой Отечественной войны 391 тысяча граждан Республики Молдова, Молдавской Советской Республики, с оружием в руках воевала в Красной Армии. В румынской армии воевало всего лишь 28 с половиной тысяч бессарабцев, которые были призваны силой уже в 43-44 году. И то 14 тысяч из них перебежало в Красную Армию. Короче, сдались в плен и перешли в Красную Армию. Воевали в Красной Армии и в добровольческой дивизии имени Тудора Владимиреску, ну, первой румынской добровольческой армии. 14 тысяч осталось, и то они хотели после Явско-Кишиневской операции все написали заявление перейти. Тогда вопрос решался на уровне Сталина, а Сталин сказал, нет, наши люди, свои люди нам нужны и в румынской армии, раз они теперь уже наши союзники. Вот та правда, которая есть. Из этих 391 тысячи 250 тысяч награждены орденами и медалями. То есть это практически каждый второй. А по Советскому Союзу, я вам хочу сказать цифру, это каждый четвертый, пятый был награжден. Здесь наши, Молдаване, выходцы из Болдовы, каждый второй. Значит, те, кто воевал, они хорошо воевали. 19 героев Советского Союза. Вы не прочитаете это в учебнике истории. Четыре кавалера ордена славы мы сейчас вот спорим. Наверное, все-таки примем решение. Есть у нас уже пятый. Ну, надо кое-какие вещи уточнить. Да? Вот. 174 человека получили звание Героя Советского Союза на территории Республики Молдова во время боев. Из них 155 тысяч за освобождение нашего края, нашей страны. Конечно же, мы должны это знать. Конечно, мы должны вот это сохранять и передавать молодому поколению. Поэтому вот и задача наших организаций вот проведение не только вот таких массовых, больших мероприятий, а самое главное, это работа вот в школьной аудитории. Вот я, допустим, провел за последний месяц две большие встречи. Я проводил уроки истории. То есть мне объединяли, мне выдавали два часа времени, давали девятые и двенадцатые классы. Все это с фильмом, все это со слайдами, все это красиво. Ну, когда дети слушают профессиональный рассказ о том, что это было, как это было, на цифрах, на фактах, на документах, конечно, это совершенно другое восприятие. И вот это нам нужно на сегодняшний день. Согласен. Но смотрите, какой диссонанс. У нас 9 мая, день Великой Победы, государственный праздник. А в государственных учебниках истории говорится об этом периоде нашей общей истории с странами или республиками, которые входили в состав Советского Союза. Говорится, самое незначительное, ну, делено очень, будем говорить, так сказать, самое незначительное место во всем этом учебнике. Да. И тогда какая-то двойственность государства получается. Ну, да, так нас легче разделить, расчленить. Ведь по каким вопросам бьют? Бьют по православию, по нашей вере, которая нас объединяет. Бьют по русскому языку, потому что он является объединяющим фактором для всех народов, которые проживают на территории бывшего Советского Союза. И бьют вот по этому главному вопросу, по нашей исторической памяти. А самое главное вот событие, которое было и которое нас мощно объединяет, это та беда, которую мы выдержали все вместе, все народы бывшего Советского Союза. Плечом к плечу. Вот мне отец рассказывал, у него в отделении 11 человек, значит, было у него 6 украинцев, 3 русских, был эстонец, был казах, был, то есть это был интернационал. И так было во всей армии. И никто не делился ни по партиям, никто не делился по национальностям. Поэтому вот можно, наверное, мне все-таки от имени Национального Координационного Комитета Победы обратиться к нашим телезрителям. И я хотел бы, наверное, обратиться не только к телезрителям. У нас, к сожалению, бывает, что вот, допустим, а вот мы с этой колонной не пойдем, потому что там тот-то идет. Да, а вот мы давайте пойдем 200 человек в своей партии. Да, а мы, вы знаете, я считаю это неправильно. Это была общая война, это была общая победа, это было общее горе для всего народа. И мы сегодня тоже должны быть вместе. Независимо от того, какая у нас национальность, независимо от того, какая у нас сегодня партийная принадлежность, кому мы симпатизируем. Поэтому я обращаюсь действительно, в первую очередь, к представителям левых партий, к нашей партии. Обращаюсь, конечно, к партии коммунистов Республики Молдова. Я обращаюсь к другим левым партиям. Вообще ко всем партиям, ко всем каким-то общественным движениям, которые считают, что 9 мая, это действительно праздник, это День Победы. Пересоединяйтесь, пожалуйста, к нашей общей колонии. Мы, вот, члены Коррадиционного комитета, мы люди не партийные. Да, вот Алексей Петрович, он ни в какой партии не состоит. Генерал Гайчук, генерал Кондратенко тоже ни в какой партии не состоит. Я тоже не принадлежу, как меня иногда. Да, когда смотрят, слушают особенно, а вот он политолог, он симпатизирует президенту, да, я ему симпатизирую, но я абсолютно не являюсь членом партии социалистов. Но это не мешает нам, Коррадиционному комитету, это не мешает нам, другим общественным объединениям, поддерживать и с этой партией, и с другой партией, и с третьей партией отношения. И мы считаем, что вот это шествие бессмертного полка, это вот такая непартийная акция, поэтому мы подчеркиваем и говорим, пожалуйста, присоединяйтесь, всех примем, всех разместим, приходите с портретами своих родственников, приходите с какой-то другой символикой, кроме вот партийной, вот на Дне Победы пиар вот не нужно устраивать и делать. Вот, и мы с Игорем Николаевичем Дадоном говорили, вот на заседании, и он сказал, говорит, никаких вопросов нет, пусть все эти лидеры приходят вместе со мной в первом ряду, идем вместе, никаких вопросов, не будем считаться, кто больше сделал, кто меньше сделал, это народный праздник, и я считаю, что это абсолютно здравый, правильный подход к этому моменту. Естественно, впереди будут ветераны Великой Отечественной войны, они будут ехать на ретроавтомобилях, потом будет идти союз офицеров, то есть наши все военные, красиво, в форме, тоже с наградами и так далее. Ну и дальше уже, как говорится, кто изъявляет свое желание, кто сколько пришел, эти вопросы все обсуждаемы, все решаемы. Поэтому, если возникают какие-то вопросы чисто организационного плана и так далее, есть телефоны наши, известны все, в Фейсбуке вы можете найти и страницу Национального Координационного Комитета, это и страницу Союза офицеров, и личные страницы и Гайчука, и Петровича, и Шаповалова, и многих других, поэтому можно обращаться, и все вопросы мы утрясем, улагим. Вы знаете, меня радует реакция людей, ну вот, допустим, наши же, да, вот, допустим, я как член Союза офицеров отношусь к организации «Ботаника», да, ну, сектор «Ботаника», наш председатель, вот, Иванов Цезарь Федосеевич, он проводит очень большую работу, во-первых, ветеранами, в первую очередь, мы занимаемся на постоянной основе, во-вторых, организация постоянно растет, мероприятия, вот эти со школьниками организуем, проводим, да, но это, казалось бы, вот, организация здесь на месте, и, ну, у нас сегодня уже возникают многие вопросы, вот, допустим, мне вчера пришло сообщение, Борис Андреевич, а вот можно, говорит, как-то организовать, чтобы портреты моего отца и моего дяди пронесли в акции бессмертного полка. Наша коллега Кишинев, ну, Кишиневка, Наталья Янко, да, она сегодня на Украине живет, она говорит, говорит, на Украине это невозможно. Конечно же, возможно, она прислала фотографии, мы уже переговорили, уже сделают портреты, пойдут ребята с портретами, один из них, кстати, герой Советского Союза. Вот, вот такие вопросы появляются, понимаете? Ну, это великое дело, по большому счету. Да, конечно же, конечно же. Я поймал себя на мысли, какого рода. Да, история показала, что тогда в 45-м, в 41-45-м годах человечество пережило огромную катастрофу. И благодаря вот ничем, ни с чем не сравнимым подвигам тех людей, которые отдали свои жизни, положили на алтарь победы, самое ценное, что есть у каждого человека, они доказали, что можно победить самого страшного врага. Вместе. Вместе, да. Объединенные. И вот сегодня мы стоим, ну, перед другой задачей, смотрите, ведь сохранение памяти об этом великом подвиге, оказывается, есть тоже великий труд. И это понятно, что несопоставимые вещи, но тем не менее, ведь как сделать так, чтобы удержать себя, удержаться, сохранить эту возможность такого благородного порыва сохранения памяти для того, чтобы эту эстафету передать дальше, чтобы она не прервалась, чтобы не произошло такого, знаете, как вот этот год остался последним годом в памяти людей, населяющих эту территорию. Делается немало. Вот я понимаю, что то, что сегодня навязали те учебники истории нашим детям, это главная цель этих навязывателей, это стереть из памяти людей, не просто историю, кусок истории. Объединяющий фактор. Более того, и стереть вот из нашей исторической памяти код победителя, потому что мы с вами наследники победителей, мы этот код несем в себе, значит, у нас есть те же возможности, во всяком случае, порывы на эти же возможности. И вот стереть эти порывы, стереть любую мысль, так сказать, которая могла бы нас потолкнуть, потому что мы победители, мы наследники, и с нами поступать тем или иным образом нельзя. И вот это, мне кажется, главная цель. И то, что делает ваш комитет, то, что вот сейчас это майские праздники нас так объединяют, ну, я понимаю, что это нельзя, так сказать, сформировать или сформулировать какую-то общую национальную идею. Но общегражданскую идею, наверное, бы можно было бы для того, чтобы это действительно было объединяющим таким, знаете, местом в нашей повседневной, в общей молдавской жизни. Ведь это действительно, ну, вот, мне кажется, настолько массовое значение имеет этот день. Да, ну, мемориал, вы посмотрите, сколько людей. Каждый год сколько собирается. Каждый год, это десятки тысяч. Если, ну, вот я смотрю, с каждым годом, вот, допустим, 14, 15, 16, 17 год, количество людей увеличивается. Вот я имею в виду шествие бессмертного полка. В прошлом году где-то порядка 40 тысяч, да, участвовало. Это не просто они пришли на мемориал, да, а они в шествии участвовали, то есть они специально участвовали в этом мероприятии. В этом году мы планируем, что будет гораздо больше людей, там называются цифры, и за 50 тысяч, и 70 тысяч. Ну, посмотрим, как отреагирует Кишинев в лежащие районы, но вот такие предложения уже есть. Что здесь главное? Главное, наверное, то, что этот праздник должен быть сохранен на государственном уровне. Не надо вот это вот, извините, может, грубое слово, Бадаловка, да, День Европы, День Победы и так далее. Для нас 9 мая всегда был Днем Победы, и он останется. И те поколения, которые идут за нами, наши дети и внуки, для них это тоже должен быть День Победы, потому что, опять-таки, иначе получается, что мы плюем в могилы тех людей, которые нам обеспечили сегодня вот это мирное небо и вот эту нашу мирную жизнь. А мы не можем так поступать, потому что, если мы сегодня так будем поступать, то через поколения точно так же поступят и в наш адрес. Вот этого мы не должны допустить. Естественно, нам надо на государственном уровне решать вопрос с преподаванием истории, с правдивым, с объективным. Ну, посмотрите, да, у нас есть много каких-то спорных вопросов, да, можно по-разному на них смотреть, можно по-разному трактовать. 1812 год, да, там, 1918 год, 1940 год, но это уже прошлое, эта история. Это дело ученых, это дело, там, не надо из этого делать политику, потому что сегодня есть республика Молдова, государство. Вот вы подняли вот этот вопрос, у вас прозвучало слова «национальная идея». Вы знаете, вот для меня национальная идея – это сохранение молдавской государственности. Вот я русский человек, я говорю, я патриот, я гражданин этой страны. И для меня национальная идея для того, чтобы здесь был молдавский язык, для того, чтобы здесь жили молдаване, и я себя считаю молдаванином по названию своего государства, да. И я считаю, что если вот такая позиция у нас будет идти со стороны государства, когда мы не будем делить своих граждан на национальные меньшинства и на титульную нацию и прочее, да, ну вот звучит как-то, да, вот, но это есть на государственном уровне. Вот тогда, наверное, мы будем единым общим народом вот той гражданской нации, о которой постоянно говорят некоторые руководители, но, к сожалению, они очень часто делают все как раз наоборот, да. И как раз, наверное, вот это исторический момент, когда 9 мая 45-го года, когда победа была достигнута благодаря усилиям огромного количества народов, самых разных. 27 миллионов погибших, только погибших. Если даже перечислять все национальности, займет огромное количество времени. Да, конечно. Сколько национальностей, представители, скольких национальностей участвовали в победе, в реализации, в осуществлении этого подвига. И вот оно, само понимание всего этого и может стать цементом. Цементом для национального самосознания. Потому что тогда, да, ты причисляешь себя к победителю. Ведь не так давно еще совсем прозвучало, что с парламентских трибун одним из таких, знаете, временных политиков нашей страны, когда он говорил, что Молдову нельзя причислять или он не причисляет ее к стану победителя. То есть мы страна проиграющая. Помните Михаил Гимпу? То есть я понимаю, что по-разному можно относиться, как к серьезному или не серьезному. Но это те люди, которые, знаете, ну будем говорить, разбрасывают семена на почву молодого сознания. Допустим, понятно, что есть количество людей, молодых людей, которые говорят, мы румыны. Дальше он говорит, что, ну, знаете, Молдова, мне неинтересно, я уеду отсюда жить. И вот взрастает нечто. Да, это его дело, как он себя самоидентифицирует. Но если он живет в нашей стране, да, в республике Молдова, то на сегодняшний день он молдаванин. Румын, русский, украинец, гагаур, болгар, да. Но он гражданин республики Молдова. Вот мы должны исходить из этого. И в этом плане мы должны наводить порядок, прежде всего, вот в системе образования, в системе воспитания детей, для того, чтобы не прерывалась вот эта связь поколений. Потому что, вот посмотрите, что происходит на Украине. Ну, вот американцы целенаправленно за 20 лет вложили 5 миллиардов, да, переписали всю историю, что сегодня там происходит, да. Ну, вот это вообще абсолютно непонятно, казалось бы. Мы наблюдаем практически развал государства Украины. Ну, да, да, да. То, что сегодня существует там. Поэтому, если мы будем идти вот точно вот этими шагами, мы получим то же самое здесь, на нашей земле. Поэтому, конечно же, очень много, большая работа проводится. Но она требует финансов, она требует каких-то материальных вложений. Это ремонт памятников, это восстановление памятников. Вот наш комитет, вот непосредственно Алексей Петрович занимается там вот в Солежском районе, в некоторых других районах вот сейчас вот решаются вот эти вот программы. Тоже поставили некоторые вопросы перед президентом Игорем Николаевичем. Он пообещал как-то найти возможность помочь вот в этом вопросе. Ну, вот я бы хотел отметить, опять-таки, ну, президент взял на себя инициативу, да. У нас же мемориал, наш, Этернита, Вечность. Там есть проблемы, там кое-где мраморная плитка разбита, панели. Ремонт не проводился там, если я не ошибаюсь. Там на ремонтные работы, на текущий ремонт где-то приблизительно, ну, 300-400 тысяч на сегодняшний день нужно. Ну, президент решает с правительством этот вопрос. Но, по большому счету, президент сказал, что 24 мая, августа, дню освобождения Кишинева, нужно сделать капитальный ремонт, на это требуется где-то 5-6 миллионов, да, на мемориале. Ну, если наше правительство не найдет деньги, ну, президент сказал, объявим народную акцию. Значит, если они не будут поддерживать, всем народом все это сделаем и найдем средства и возможности. То есть, по-разному можно решать эти вопросы. Хотелось бы, чтобы мы в рамках нашего государства, все ветви власти одинаково относились к этому празднику, к этому дню и понимали, что вот это то святое, что нас объединяет на сегодняшний момент. Ну, давайте вот мы вот это заберем, давайте мы что-нибудь с нашей верой, с православием сделаем. И кто мы? Вот мы люди без роду, без племени, без каких-то объединяющих факторов. Да, и завтра придут нам кто угодно, синие, голубые, зеленые и будут нами управлять, что мы видим на сегодняшний день. Вот в Европейском Союзе происходит сплошь и рядом. Должно быть, наверное, понимание того, что когда создаются белые пятна в истории государства, в истории того или иного народа. Станислав, белых пятна нет, их сразу заполняют. Вот их искусственно создают. А потом заполняют тем, что нужно кому-то, но не нам. Вот это самое страшное, вот эта проблема, вот эта беда. И это происходит, потому что, ну, посмотрите, что происходит в мире. Идет идеологическая борьба мощная, идет противостояние великих держав. Да, однополярный мир однозначно развалился, разрушился. Гегемония Соединенных Штатов Америки закончилась. Вот поэтому они злятся, они сердятся, они вот проводят какие-то акции, они кого-то собираются бомбить, они кому-то что-то доказывают. Да пусть они в своей стране сначала разберутся, да. Вот. И поэтому есть Китай, есть Российская Федерация, есть Индия, есть Бразилия, есть Иран, есть другие точки экономического роста. И это нации, которые тоже претендуют на какое-то место в этом мире. С этим нужно считаться, надо договариваться, надо менять свое блоковое вот это мышление, вот это свой, вот это чужое, вот это НАТО, вот это давайте их мочить будем. Ну, неправильно. И мне кажется, что вот, например, сохранение памяти о великом подвиге советских народов, это, мне кажется, настолько благородно и облагораживает самого человека, дает возможность ему воспринимать и другие, другие исторические факты, которые происходили как на этой территории, так и на территории других стран. Когда ты понимаешь, что что-то похожее переживали народы стран Африки, Азии, Латинской Америки, Северной Америки, ты понимаешь, что, в общем-то, за всем этим стоят судьбы людей. Ты их принимаешь и оцениваешь, исходя из того, как тот или иной народ себя проявил. Как победитель, как стойкий солдат, или наоборот, как коллаборационист, или, например, человек, который ищет там, где ему сегодня выгоднее. И тогда в этом ты можешь даже и давать более правильные оценки процессам, происходящим сегодня на планете. Вы понимаете, здесь вот все вот в том духе, который есть у нашего народа. Я когда говорю «наш народ», я подразумеваю старое это слово «советский народ», потому что мы по своему менталитету, по многим вопросам, независимо от того, где мы проживали, на Украине и Беларуси, мы сохраняем и все остальное. Ну вот посмотрите, Дания сопротивлялась гитлеровской Германии один день. Францию они завоевали за один месяц фашисты. Дом Павлова 58 суток сопротивлялся, и они его не смогли взять. Вот что такое сила духа. Казалось бы, и там люди, и они тоже, наверное, были патриотами своих стран. И вот этот многонациональный состав защитников Дома Павлова, там их, по-моему, около пяти или шести национальностей было люди, около 30 человек. Вот вам результат. Вот поэтому мы и в войну эту выиграли, поэтому мы и выстояли, потому что не удалось нас растаскать. Поэтому, еще раз обращаясь к нашим телезрителям, 9 мая мы должны быть едины, мы должны быть в одной колонии, независимо от нашей партийной принадлежности, национальной и так далее, и тому подобное. Мы граждане этой страны, мы дети и внуки тех людей, которые освободили Европу от фашизма. И, соответственно, наверное, мы все вместе должны в этот день и отпраздновать его вот так вот, как нам понимается и видится. Так диктует, в общем-то, нам собственное понимание того, что происходило. И наша человеческая совесть благодарности к тем поколениям, которые совершили вот этот величайший подвиг. Борис, спасибо вам за этот разговор. Я отчасти все, что вы говорите, не отчасти, а целиком принимаю. Я думаю, что наши телезрители также вместе с вами сопереживают и этому дню, и понимают значение этого дня, этой даты в истории нашей страны, в истории не только страны, в принципе, наверное, континента. Потому что, в общем-то, это война, в которую была втянута вся Европа. И благодаря, конечно, вот этому великому подвигу наших с вами предков, сегодня мы обладаем мирным небом. Сегодня у нас есть возможность говорить о том, что да, мы все-таки победители. И как бы там ни старались те, кто пишут новую историю, новой Молдовы, они ведь тоже станут по-своему проигравшими. Быть победителем в эту минуту еще не значит, что ты останешься победителем в истории навсегда. Ведь жизнь продолжается, и история пишется не людьми, а событиями. И будем надеяться, что эти события всегда будут находиться на стороне добра и правды. Спасибо вам. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был историк и политолог, а также член Национального коронавирусного комитета победы и член исполкома Союза офицеров Республики Молдова Борис Шаповалов. Оставайтесь с нами, будет интересно, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин